Время новостей на нашем телеканале в студии Алисы Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. 23 лея будет стоить кубометр природного газа. Наре утвердила новый тариф. А правительство объяснило, кто сможет купить дрова по доступным ценам. Микроавтобус с гражданами Молдовы попал в ДТП в Румынии. Есть пострадавшие. Министерство обороны соседней страны дает разъяснение относительно мобилизации граждан из Молдовы, имеющих румынское гражданство в случае войны. Медицинская помощь, оказанная девочке, предположительно подвергшейся сексуальному насилию со стороны собственного дедушки, была проведена с нарушениями, сообщила министр здравоохранения. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило тарифы на природный газ. Новая цена вступит в силу со дня публикации в Монитору Афичал. Таким образом, за один кубометр газа бытовые потребители будут платить 22 лея 99 банов с учетом ЭДС. Глава Молдова Газ отмечает, что поставщик будет уважать решение на РЭ, но в то же время новые цифры ставят под сомнение выполнение договорных финансовых обязательств перед концерном «Газпром». Новый тариф в размере 22 леев 99 банов за кубический метр газа на 73 бана выше того, которое на РЭ опубликовало 14 июля, и на 4 лея 37 банов выше, чем раньше. Причем Молдова Газ ранее запрашивал тариф в размере почти 30 леев за 1 кубический метр. Председатель правления Молдова Газ Вадим Чабан недоволен решением агентства. Он утверждает, что текущая цена не покрывает многих расходов компании и рискует увеличить сумму тарифных отклонений до 4 миллиардов леев. Проект тарифа, предложенный на РЭ, не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа. В результате это приведет к дальнейшему накоплению тарифных отклонений, которые на конец текущего года могут превысить 3,9 миллиарда леев, что негативно скажется на функциональности предприятия, написал Чабан в своем телеграм-канале. Глава акционерного общества утверждает, что согласно проекту, утвержденному на РЭ, тариф был рассчитан, исходя из закупочной цены в 899 долларов США за 1000 кубометров, тогда как в августе она составляет 1458 долларов за 1000 кубометров. Чабан заявил, что поставщик выполнит решение на РЭ, но включенные в него цифры ставят под сомнение договорные обязательства перед «Газпромом». Учитывая создавшуюся ситуацию, Чабан сообщил, что обратился с просьбой к внешнему поставщику отложить оплату в августе, а к комиссии по чрезвычайным ситуациям отложить оплату НДС за природный газ за период с апреля по август включительно. «Молдова-Газ» также предлагает ввести авансовые платежи от компаний теплоэнергетического сектора. Бытовые потребители будут покупать дрова по цене, аналогичной прошлогодней. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Дмитрий Удря. Он отметил, что для этого агентство «Молдилово» получило от правительства субсидию в размере более 64 миллионов леев. Социально уязвимые категории или те, кто отапливается только дровами, смогут покупать их по фиксированной цене в объеме 3 кубометров. Однако некоторые примары считают, что этого недостаточно для семей с детьми. Генеральный секретарь правительства Дмитрий Удря заявил на пресс-конференции, что доступ к дровам будет обеспечен для 658 тысяч домохозяйств, которые используют для отопления традиционные печи. Лесохозяйственные компании будут продавать дрова домохозяйствам и общественным учреждениям, особенно образовательным, но не экономическим агентам. В этом году цена дров твердых пород будет варьироваться от 550 до 875 леев за кубометр. Цены на мягкие породы составят от 350 до 475 леев за кубометр. По словам Удря, первая партия будет в продаже в октябре-ноябре этого года. Вторая – в декабре 2022-го, январе 2023-го года. Каждое домохозяйство, входящее в состав социально уязвимой группы или представляющее семью, которая отапливается только дровами, сможет купить по фиксированной цене до 3 кубометров. Мы призываем местной публичной администрации обеспечивать дровами в первую очередь социально уязвимой семьи и пожилых людей. Ранее Министерство окружающей среды обратилось к премиариям с просьбой проинформировать местных жителей о возможности подачи заявки на требуемый объем дров. А премьер-министр – представить расчет древесной массы, необходимой для каждого населенного пункта страны. Премары, с которыми мы пообщались, рассказали, что они составили списки претендентов в конце прошлого месяца. Это небольшое село, в нем около 320 домохозяйств на тысячу жителей. У нас 182 домохозяйства запросили более 1139 кубометров. Люди очень взволнованы, они не верят, что им хватит дров. Премар села Погорничи Энергеевского района говорит, что люди просят не менее 5 кубометров на одно домохозяйство. Да, если это небольшое домохозяйство, одинокой старушки, у которой маленькая комнатка в доме, трех кубометров может хватить. Но когда это семья, у которой две комнаты для обогрева, минимум должно быть не менее 5 кубов. У меня просят минимум 5 кубометров. Все просят 5, 8, 7. В премарии города Басаравянска отметили, что 684 человека запросили в общей сложности более 3000 кубометров дров. 3000 необходимых для этого количества людей, для всех этих людей, которые зарегистрировались на 29 июля. В нашем случае мы включили всех, не обидели никого, а уже дальше это другой вопрос, кому будут давать. То есть по их табличке входят все категории, какие только можно. Генеральный секретарь правительства сообщил, что в период продажи дров Молдсилва предоставит дополнительную древесную массу в зависимости от климатических условий и имеющихся запасов. По данным правительства, ежегодно в холодное время года потребители используют около 1 миллиона кубометров дров. В целях обеспечения к ним доступа населения в этом году агентство Молдсилва готово поставить около 800 тысяч кубометров от необходимого объема. С этой целью правительство решило, что лесотехнические работы в Национальном лесном фонде, запланированные на весну 2023 года, будут проведены раньше. Председатель партии Шор утверждает, что правящая партия не выполнила целый ряд обещаний, давных гражданам в ходе предвыборной кампании. По мнению Илона Шора, после прихода к власти ПДС, практически каждый месяц ее правление представляло собой большие испытания для граждан Молдовы. Политик считает, что руководство страны должно подать в отставку и назвал ПДС партией лжи. В ответ представители власти расценили эти заявления как популистские измышления и не стали их комментировать. Илон Шор разместил на своей странице в соцсети видео, в котором напомнил о 12 предвыборных обещаниях ПДС, которые, как он считает, не были выполнены. Политик озвучил и продемонстрировал обязательства правящей партии на листах, которые затем выбросил в мусорную корзину с пакетом желтого цвета. Обещание первое. Минимальная пенсия. 2000 лей. Дорогие друзья, в мусор. Ложь. Дешевый газ и свет. Ну вы не просто обманули, вы швырнули, я бы сказал. Газ у нас не дешевый. Скоро у нас его вообще не будет, дорогие друзья. Как и света, в принципе, на улице. Ложь. Очередная ложь. Назначение на госдолжности на основе открытых и честных конкурсов. Смешно? Правильно. Потому что сегодня на должностях только ваши родственники или ваши друзья. Следующее ваше обещание, на котором вы развели людей, было, что вы дали слово, что вы повысите зарплаты медикам. Медики, извините, пожалуйста, вам повысили зарплаты до степени, где вы можете нормально жить? Очередная ложь, паса. Илон Шор считает, что руководство страны должно уйти в отставку, поскольку в течение года не выполнило обещания, данные гражданам. Пресс-секретарь, премьер-министр Анастасия Табурчану написала нашему телеканалу в сообщении, что правительство не будет комментировать популистские измышления. Без комментариев заявление политика оставила и советник президента по связи с общественностью Сарины Штифырце. Между тем, депутат от ПДС Раду Мариан в ответ на критику заявил, что беспокойство оппозиции действиями правительства вызвано тем, что мы находим альтернативные решения, чтобы не зависеть от России. Нас не интересуют фрустрации и политические игры оппозиции, которые поступают безответственно, написал на своей странице в соцсети парламентарии в связи с критикой оппозиции по поводу мер, представленных правительством для преодоления энергетического кризиса. Раннее недовольство работы правительства высказывал и бывший премьер-министр Ион Кику. Ни один политический режим еще не делал население страны бедным до такой степени всего за один год правления. Ни один режим еще не опустошал золотовалютные резервы страны так быстро и в таких масштабах. Хорошие времена, принесенные молдаваном ПДС, символизируют нищету, голод, холод, насилие. ПДС пинает людей. Не это выбирали люди год назад, отметил на своей странице в соцсетях бывший премьер. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас написала нам в сообщении, что не комментирует заявление Иона Кику. Председатель платформы ДА1 УПЛНГ утверждает, что предвыборные обещания пока не могут быть выполнены из-за проблем, с которыми сейчас сталкивается страна. Сейчас нужен очень солидный антикризисный план. Нужна антикризисная ячейка и привлечение всех мозгов для вклада в решение этих проблем. У граждан достаточно сложная жизнь. Люди в панике. Спрашивают, как пережить зиму. Через год после прихода к власти правящая партия подвела итоги и рассказала об обещаниях, которые удалось выполнить. ПДС всего за несколько месяцев в год полной трудности увеличила минимальную пенсию более чем на 800 леев. С 1188 до 2000. Сделали, как и обещали. Кроме того, мы провели индексацию на 14%, что означает еще одно повышение на 300 леев. Это было сложно, но мы выполнили. За этот год ПДС, несмотря на все экономические трудности, удалось увеличить среднюю заработную плату в экономике примерно на 14%. Люди добрые. Всего за один год мы сделали исторический шаг, чтобы войти в европейскую семью. Ранее в эфире частного телеканала депутат от ПДС Раду Мариан заявил, что партия «Действие и солидарность» не обещала минимальную пенсию в размере 2000 леев для всех в первый год своего мандата. По словам парламентария, пенсионеры неправильно поняли обещание. На самом деле минимальная пенсия будет увеличена до 2000 леев в течение действия всего мандата за 4 года, то есть до 2025 года. 11 июля исполнился ровно год правления ПДС. Правительство Натальи Гаврилицы начало работу 6 августа 2021 года. Далее о происшествиях. Микроавтобус с гражданами Молдовы попал в аварию в коммуни-лицкане румынского жудеца Ясы. На круговом перекрестке при въезде в населенный пункт произошло столкновение с многотоннажным грузовиком. В результате 9 человек были доставлены в больницу. По данным Генерального инспектората по очень случайным ситуациям в Республике Молдова, вопрос о транспортировке получивших травмы на родину не поднимался. Предупреждаем, следующие кадры могут негативно повлиять на эмоциональное состояние. На кадрах, опубликованных румынским изданием «Зиарол-де-Яш», видно, как микроавтобус с молдавскими пассажирами на высокой скорости врезается в грузовик на круговом перекрестке. Сообщается, что на борту автомобиля находились 8 человек, в грузовике – 5. В результате ДТП в больницу доставили 9 человек, четверо из которых от госпитализации отказались. Среди пострадавших – 16-летний юноша. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции сообщили, что находятся на связи с Генеральным консульством Республики Молдова в Ясах, которое предпринимает меры, предусмотренные в таких случаях. Пять пострадавших – граждане Республики Молдова. По словам врачей, они находятся в сознании, состояние стабильное. В то же время в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдовы нашему телеканалу сообщили, что среди пострадавших трое наших соотечественников – водитель и двое пассажиров. Пресс-секретарь Леана Пушкашу подчеркнула, что учреждение на постоянной связи с сотрудниками консульства в Ясах, а вопрос о доставке пострадавших на родину пока не поднимался. Дело об изнасиловании малышки в возрасте 1 года и 7 месяцев из Нованинского района попало в поле зрения Минздрава. По словам министра Лыни Миренко, медицинская помощь, оказанная маленькой девочке, над которой надругался ее дедушка, не соответствовала клиническому протоколу о сексуальном насилии. Министр сообщила, что провела заседание с представителями Центра судебной медицины, Института матери-ребенка и другими, в результате которого специалисты пришли к выводу, что были допущены нарушения. Однако чиновник не уточнила, какие именно. Я министр, а не эксперт. Я могу лишь констатировать, что есть отклонения. Сразу же после вчерашнего заседания я назначила комиссию специалистов в этой области, которых я попросила в очень сжатые сроки, и я подписала соответствующий указ, проанализировать каждый шаг от первого обращения до конца, что это были за отклонения и в чем они заключались. Необходимо также заключение Центра судебной медицины, которое еще не пришло. Я имею в виду подробную информационную записку. На прошлой неделе 44-летний мужчина якобы изнасиловал собственную внучку, оставленную ему на попечении матерью на несколько часов. В полиции заявили, что об этом сообщила сама 24-летняя женщина, после чего преступника задержали на 72 часа. Пресс-секретарь новоненского инспектората полиции сообщила, что подозреваемый помещен под превентивный арест на 30 суток. По словам Марианы Диденко, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Женщина, госпитализированная в Институт скорой медицинской помощи, скончалась после того, как выпала с восьмого этажа больницы. Трагедия произошла сегодня утром. Наша съемочная группа отправилась на место, чтобы узнать подробности, но администрация учреждения отказала нам в комментариях и направила в пресс-службу. Однако и там не захотели предоставить информацию, сославшись на личные данные и право только констатировать смерть. Все подробности позже нашему корреспонденту сообщили в столичной полиции. По данным правоохранительных органов, пострадавшей оказалась 62-летняя женщина, госпитализированная в неврологическое отделение Института скорой медицинской помощи. Она якобы сама сбросилась с восьмого этажа здания и погибла от удара о землю, сообщили в полиции. Съемочная группа ТВ-6 отправилась в больницу, чтобы поговорить с представителями администрации. Заведующие отделением неврологии, куда была госпитализирована погибшая, а также заместитель директора больницы сообщить подробности отказались, заявив, что мы можем получить их у лица, отвечающего за связи с масс-медиа. С Дариной Арсеньем мы уже пообщались. Она не смогла сообщить детали, которые нас интересуют. Тогда все. Я не думаю, что кто-то еще сможет дать вам более подробную информацию. Добрый день, покиньте, пожалуйста, помещение. Мы снова попытались связаться с пресс-секретарем учреждения, но Дарина Арсенья и на этот раз отказалась сообщить нам подробности. Я просто подтверждаю смерть пациента. Какая еще может быть информация, если я абсолютно ни с кем, ни о чем не разговаривала? Только подтверждаю факт смерти. Какая еще информация может быть у меня, если я просто подтвержу это и все? Другой информации вам никто не даст. То есть вы отказываетесь сообщить нам детали? Верно. Пациенты, с которыми мы встретились снаружи, сказали, что они ничего не знают и ничего не слышали о произошедшей трагедии. Нет, я не слышал. Я жду сына. Вы ничего не слышали о сегодняшнем случае? Нет, ничего не слышал. Глава пресс-службы столичной полиции Светлана Скрипник сообщила нам, что примерно в 9.50 утра правоохранителям сообщили, что женщина выпала из окна больницы скорой медицинской помощи. Прибывшая туда оперативная группа после проведенных следственных действий установила, что 62-летняя женщина свела счеты с жизнью, выбросившись из окна. В результате травм, полученных после падения, она скончалась. Судмедэксперт не обнаружил на теле никаких признаков насильственной смерти, кроме характерных для падения с высоты. Пресс-секретарь столичной полиции сообщила, что сотрудники правоохранительных органов не нашли прощальные записки. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия, а также выяснить причины такого поступка. Напомним, два года назад с пятого этажа той же больницы выпрыгнула 69-летняя женщина, инфицированная ковидом. Больная осталась жива и попала в реанимационное отделение с множественными переломами. Пассажиры и персонал Кишиневского международного аэропорта были эвакуированы после очередного поступившего сообщения о минировании. Эту информацию нам подтвердили в администрации воздушной гавани. По данным полиции, письмо о бомбе поступило на электронную почту учреждения около часа дня. Полицейские взрывотехники проверили здание и территорию. И в этот раз информация оказалась сложной. Из всех рейсов был задержан только вылет в итальянскую Верону, запланированный на 17-20. Напомним, с 1 августа в здание аэропорта пускают только персонал и пассажиров, имеющих билет. Для въезда и выезда установлены специальные коридоры. При входе в здание работают сканеры для проверки ручной клади и багажа. Аэропорт патрулируют кинологи со служебными собаками, а парковку разрешают только в специально оборудованных местах. Отметим, за последний месяц полицейские получили уже более 20 сообщений о бомбах в Кишиневском аэропорту. Также сегодня в полдень в Кишиневской детской больнице Эмилиан Кацага была объявлена третья за неделю тревога из-за возможного минирования, о чем сообщили представители учреждения. Ранее полиция заявила дело по факту многочисленных сообщений о заложенных взрывчатых веществах в аэропорту, медицинских учреждениях, судах и многофункциональных центрах. По версии правоохранителей, авторы ложных сообщений находятся за границей и своими действиями хотят дестабилизировать ситуацию в Молдове. Также было объявлено о задержании троих подозреваемых, один из которых находится на учете у психиатра. Акционерное общество Молдова ГАЗ не имеет никакого отношения к якобы существующей государственной программе микроинвестирования и возможности получения дохода, которая рекламируется в социальных сетях от имени акционерного общества и правительства. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Молдова ГАЗ призывает граждан не верить мошенническим сообщениям и ни в коем случае не переводить финансовые средства на эти платформы. В официальном сообщении на своей странице в соцсети акционерное общество Молдова ГАЗ предупредило о мошенничестве. В компании отмечают, что продвигаемая в интернете якобы программа государственного микроинвестирования является ничем иным, как аферой. Это уже доведено до сведения правоохранительных органов. Молдова ГАЗ призывает граждан игнорировать такие сообщения и ни в коем случае не вкладывать свои деньги в сомнительные схемы. В Генеральном инспекторате полиции нашему телеканалу сообщили, что пока никаких уведомлений по этому поводу не поступало. Об этом же сказал и пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. Ранее глава Молдова ГАЗ Вадим Чабан опубликовал на своей странице в Телеграм видео, в котором заявил, что неизвестные лица создали сайт с использованием настоящего логотипа акционерного общества, а также имени и фотографии самого Чабана, где от лица компании предлагали заработать. Данная схема продвигалась и на странице одной из социальных сетей, но позже была удалена. В объявлениях людям обещали прибыль в 240 тысяч леев всего за три месяца, при первоначальном взносе в 4 тысячи леев. Вадим Чабан тогда заявил, что это дело будет расследовать Генеральная прокуратура. Однако пресс-секретарь Генпрокуратуры Марьяна Кирпек сообщила нашему телеканалу, что никаких жалоб от главы Молдова ГАЗ не поступало. Компания Комаксавия Аэрпорт Инвест заявила, что решение арбитражного суда торговой палаты в Стокгольме об отклонении иска против Республики Молдова является промежуточным и будет оспорено в вышестоящем суде Швеции. Это заявление последовало после того, как в среду министр юстиции Серджио Литвиненко сообщил, что стокгольмский арбитраж отклонил иск Комаксавия Аэрпорт Инвест, владеющий компанией-концессионерам Кишиневского аэропорта и постановил выплатить Молдове 216 тысяч евро в качестве компенсации расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством. В Комаксавия отметили, что заявления министра Литвиненко являются манипуляцией общественным мнением. Согласно заявлению, размещенному на официальной странице Кишиневского международного аэропорта в социальной сети, арбитраж Стокгольма не рассматривал суть спора, а только процедурные вопросы о допустимости иска к рассмотрению в рамках конвенции о взаимной защите инвестиций между Молдовой и Кипром. Что касается якобы установленного арбитражем отсутствия инвестиций, Комаксавия Аэрпорт Инвест обращает внимание на то, что таких выводов нет. Арбитраж лишь постановил, что выполненные инвестиции не попадают под конкретные критерии конвенции между Молдовой и Кипром о защите инвестиций и не более того. И на этом основании арбитраж прекращает рассмотрение спора, а не объявляет о выигрыше для Республики Молдова, говорится в пресс-релизе компании. Владелец компании-концессионера Кишиневского международного аэропорта также расценил заявление Министерства юстиции Республики Молдова как манипулирование общественным мнением. Накануне министр юстиции Сергий Литвиненко заявил, что стокгольмский арбитраж отклонил из Комаксавия Эйрпорт Инвест против Республики Молдова и постановил выплатить стране 216 тысяч евро в качестве компенсации расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством. Позиция Министерства юстиции в пресс-релизе является манипулированием общественным мнением. Стратегия государства о защите по процедуре дела, а не по сути дела. Это всего лишь перерыв в споре, но не его завершение. Ни о каком расторжении договора концессии речи не идет. Комаксавия Эйрпорт Инвест заявила, что продолжит свою защиту и в других международных трибуналах. При этом решение арбитражного суда торговой палаты в Стокгольме в компании квалифицировали как необоснованное и политически мотивированное. Мы попытались узнать, что думает по этому поводу министр юстиции, но Сергий Литвиненко не ответил ни на звонки, ни на отправленные сообщения. В среду глава Минюста разместил сообщение, что арбитражный суд торговой палаты в Стокгольме отклонил иск Комаксавия Эйрпорт Инвест против Республики Молдова и присудил выплатить Молдове 216,6 тысяч евро в качестве компенсации расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством. Министр также напомнил, что посредством ходатайства возбуждения арбитражного разбирательства Комаксавия просила обязать Молдову продолжить исполнение договора концессии в отношении активов, находящихся в управлении государственного предприятия Кишиневский международный аэропорт и прилегающих к нему земельных участков. Комаксавия также просила арбитражный суд обязать Молдову выплатить ей компенсацию в размере 883,7 миллионов евро за экспроприацию предполагаемых инвестиций по концессионному договору. Эти ходатайства, отметила Литвиненко, были отклонены. Суд постановил, что Комаксавия не инвестировала в активы Кишиневского международного аэропорта. Напротив, ее обязали оплатить с расходы Молдове, избавив страну от уплаты арбитражных сборов в размере 422,5 тысяч евро, присудив их Комаксавия, написала Литвиненко в своем сообщении. В состав Национальной комиссии по европейской интеграции вошли 9 новых членов. Об этом сообщила глава государства Майя Санду на своей странице в соцсети. Президент, созвавший сегодня утром новое заседание комиссии, имен не назвала, но сообщила, что в ее состав вошли представители местных органов власти и гражданского общества. На том же заседании были одобрены поправки к плану действий по реализации мер, рекомендованных Европейской комиссией в ее заключении относительно заявки Молдовы на вступление в ЕС. План содержит меры, которые должны быть реализованы в ближайшие месяцы для проведения реформ и юстиции, устранения недостатков в избирательном законодательстве, деолигархизации, усиления борьбы с организованной преступностью, возвращения активов и другие. Также сегодня на заседании Национальной комиссии обсуждался межведомственный координационный механизм процесса европейской интеграции, который будет доработан правительством в ближайшие недели. Министерство обороны Румынии выступило с разъяснениями по поводу проекта поправок закону подготовки населения к обороне. Согласно предлагаемым изменениям, румынские граждане возрасте от 20 до 35 лет в течение 15 дней должны будут вернуться в страну в случае начала войны. В румынском оборонном ведомстве заявили, что пока эти поправки не касаются граждан Республики Молдова, обладатели румынских паспортов, у которых нет прописки в Румынии. В официальном письме на оправленном порталу Ньюсмейкер Министерство обороны Румынии заявило, что граждане Румынии, имеющие двойное или множественное гражданство и не проживающие в стране, не могут быть принуждены к прохождению военной службы, если у них нет прописки в Румынии. Однако не исключено, что это произойдет в результате изменений, внесенных новым законопроектом, который в настоящее время разрабатывается Министерством обороны Румынии. В румынском оборонном ведомстве отметили, что поправки в закон о подготовке населения к обороне пока находятся на начальной стадии обсуждения. Однако окончательная форма проекта будет также включать положение и разъяснение, касающееся прохождения военной службы румынскими гражданами, получившими гражданство в результате усыновления. Предоставление по запросу или его восстановление, что касается и граждан Молдовы, которые обычно получают гражданство Румынии по процедуре восстановления. Мы сможем вернуться с разъяснениями по этому поводу, когда законопроект будет доработан, заявили в Министерстве обороны Румынии. Отношения сотрудничества в области обороны между Румынией и Республикой Молдова осуществляются в соответствии со статусом нейтралитета соседней страны. А основные параметры этого сотрудничества установлены декларацией об установлении стратегического партнерства между Румынией и Республикой Молдова в целях европейской интеграции Республики Молдова. Между Министерствами обороны Румынии и Республики Молдова не ведутся переговоры о заключении такого соглашения и нет намерения его подписать. В Румынском оборонном ведомстве также отметили, что Бухарест и Кишинев не обсуждают вопрос о подписании соглашения, обязывающего молдавских граждан с румынскими паспортами быть мобилизованными в случае военного положения. Мы попытались выяснить позицию по этому вопросу у Министерства обороны Молдовы. Пресс-секретарь учреждения Алла Дьякону заявила, что вернется с комментариями позже. Мы также обратились в посольство Румынии в Республике Молдова с просьбой предоставить информацию, сколько мужчин граждан Республики являются обладателями румынского гражданства. Но пока ответа не получили. В июне государственный секретарь румынского департамента по связям с Республикой Молдова Адриан Дупу сообщил телеканалу Молдовы-1, что около миллиона граждан Молдовы уже получили румынское гражданство и что на данный момент в Национальном управлении по вопросам гражданства находятся на рассмотрении еще 100 тысяч заявок. Ряд сотрудников Унгенского территориального управления Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и предпринимателей находятся под следствием по обвинению в коррупции. Чиновники подозреваются в незаконной выдаче десятков фитосанитарных и санитарно-ветеринарных сертификатов. Суммы, которые они требовали от предпринимателей варьировались от 3 до 5 тысяч шлеев. В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов осудили действия коллег. Дело расследуется антикоррупционной прокуратурой и Центром по борьбе с коррупцией, которые опубликовали перехваченные телефонные разговоры между подозреваемыми. Вот, она должна была дать мне где-то 10 тысяч шлеев. О, за два месяца она должна была дать 10 тысяч шлеев. Она начала, да, но сначала нужно, может, сделайте скидку, потому что вы не работаете после 17.00. В рамках этой же коррупционной схемы два других должностных лица Унгенского территориального управления по безопасности пищевых продуктов за взятки выдавали санитарные и ветеринарные сертификаты экономическим агентам, которые сдавали на бойню животных, не регистрируя их в системе. Ветеринарные сертификаты, выданные незаконно, позволяли компаниям и частным лицам продавать мясо на рынках или поставлять в госучреждения, включая детские сады. Слышишь, я приду где-то в 15.00, 16.00, принесу их, и... Ты о чем? Я принесу все, что нужно. Хочешь, напишу и отдам тебе все на бумаге? Я уже все сделал. И в детском саду с 25-го? В детском саду нет. Поставим 25-е и 25-е. Хорошо. Сотрудники НЦБК и прокуратуры по борьбе с коррупцией провели обыски в кабинетах, домах и автомобилях четырех чиновников Унгенского территориального управления по безопасности пищевых продуктов, а также двух экономических агентов. В ходе обысков были обнаружены бланки незаполненных сертификатов с печатями юридических лиц, а также изъято около 50 тысяч шлеев и 2,5 тысячи евро. Мы попытались получить комментарии у представителей Унгенского подразделения Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, однако местный бухгалтер заявила, что никого из начальства сегодня нет на работе. На данный момент ни с кем из руководства связаться нельзя. Учреждение работает, но никого из руководства сейчас нет. Позже на официальном сайте Национального агентства по безопасности пищевых продуктов был размещен пресс-релиз, в котором говорилось, что учреждения дистанцируются от сотрудников, допускающих коррупционные проявления в своей работе, и заявляют о нулевой терпимости к противоправным актам, обязуясь активно сотрудничать со следствием. Как заявили в Национальном центре по борьбе с коррупцией, шесть подозреваемых по этому делу обвиняются в активной и пассивной коррупции, а также в получении взяток. Задержаны четверо подозреваемых в организации нелегального въезда в Молдову граждан Украины, сообщили в Генеральной прокуратуре. По данным следствия, они создали преступную схему, подкупив сотрудника пограничной полиции. Задержаны мужчины от 20 до 57 лет. Они проживают в Басарабяске и Камрате. Самый возрастной из них ранее привлекался к уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции и торговлю влиянием. Какой доход получила группа за переход граждан Украины через молдавскую государственную границу в обход пункта в пропуске, устанавливается. Следствие продолжается. В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам пока не решили, обращаться ли в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу. Молдавские водительские права признали в Болгарии. Теперь их можно обменять без сдачи дополнительного экзамена. Об этом объявило Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Отмечается, что признание документов стало возможным благодаря тому, что оба государства являются участниками конвенции о дорожном движении. В Медеи подчеркнули, что работа по признанию молдавских водительских прав в странах проживания диаспоры продолжается. Следует отметить, что за последний год болгарская страна обменяла 226 водительских удостоверений Республики Молдова, а 15 аналогичных документов, выданных болгарскими властями, были обменены на молдавские образцы. Таким был сегодняшний день глазами наших корреспондентов. Я, Алиса Корряк, на этом с вами прощаюсь и напоминаю, что вы можете следить за главными новостями в стране и мире круглосуточно на сайте tv6.md на наших официальных страницах в соцсетях. Оставайтесь и далее на нашем телеканале, берегите себя и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok